Чем сильнее мы приближаемся к выходу возмездия теней и реализации плана новой супергеройской группировки, которую боялись даже... так, здесь поаккуратнее, тем больше информации публикуется различными источниками. Интервью с разработчиками в стиле «спроси меня всё что угодно», официальный блог и отдельные комментарии разработчиков в Твиттере и на Реддите. И так как эмбарго на эксклюзивную информацию постепенно спадает, в этом ролике я хотел бы также стать таким источником и поделиться с вами тем, чьё появление стоит ждать в новом дополнении, как новые механики и карты будут распределены между классами и какие классы будут защищать Даларан от зловещих суперзлодеев. Если этот ролик зайдёт вам так же, как и мой вброс с картами нового дополнения, буду очень благодарен лайку и подписке на канал, и постараюсь продолжить радовать вас подобной информацией. А с микрофоном, как всегда, плагиат, и мы начинаем. И начнём, пожалуй, с того, какие классы будут относиться к злодеям, а какие к защитникам Даларана. Плюс, какие эксклюзивные карты или механики будут получать каждый из них. Исходя из уже анонсированных карт, я думаю, можно с уверенностью сделать вывод, что шаман точно будет относиться к злодеям, так как новая версия Хагаты является классовой легендаркой шамана. Причём, если вы не знали, особенностью её боевого клича является то, что вы не получите два целевых заклинания. В первом выборе раскопки будут все заклинания шамана, и если вы выберете целевое, то при втором выборе подобных заклинаний не будет. Если одним из эффектов вы выберете козни Хагаты, они не будут улучшаться с каждым ходом. Дрожеглот будет разыгрывать те же заклинания из боевого клича Ужаса 5.5, полученного с новой Хагаты, но со случайными целями. Также вы получите новый Ужас 5.5 с рандомными заклинаниями в боевом кличе Дрожеглота. Плюс ко всему, такие легендарные карты, как Зентима и Электро, не будут работать с заклинаниями, разыгрываемыми Ужасом 5.5. Что до остальных классов, исходя из того, что козни Вихлепых относятся к классу Разбойника, я уверен, что Разбойник будет вторым классом злодеев, как и Жрец, так как козни Лазул, третьего антагониста из пятёрки, относятся к Престу. Рафам — это легендарка Чернокнижника, поэтому Лог 100% попадает в пятёрку злодейских классов, как и Охотник, так как я осмелюсь предположить, что Аннигилятрон — это произведение искусства Доктора Бума. В таком случае у нас останутся классы Воина, Друида, Мага и Паладина, и по логике именно они будут защищать Даларан. Что до эксклюзивных преимуществ злодеев, в новом дополнении это будут карты Козни, то есть карты с новой механикой, которая будет прокачивать эффекты карты каждый ход, пока она будет находиться в вашей руке. Защитники Даларана же получат карты с эффектом Дуплета, как свою особенность. Спамить где пруфы не нужно, так как это информация из официального блога. А вот сейчас повалит эксклюзив. Как я уже сказал в начале, эмбарго постепенно спадает, и прямо сейчас настал момент с вами поделиться тем, что к защитникам Даларана присоединятся Кадгар и Вериса Ветрокрылая, а.к.а. жена Ронина, а.к.а. младшая из Ветрокрылых. Я уточнил, так как Кадгара и так все знают, а вот появление Верисы могло бы стать для многих приятным сюрпризом. И дабы не обрывать интерес на этом моменте, я поискал в интернете фанкарты, которые пользователи успели наклепать, чтобы тем самым немного погадать и отсрочить выход нового ролика с фанкартами, потому что в альбом ВК вы накидали слишком много карт. И начнем с Кадгара. Как и ожидалось, все подряд создавали Кадгара, заточенного под класс мага. И первый вариант карты, который мне понравился, это Кадгар. Легендарное существо 6 маны 4.4 с боевым кличем. Копирует все заклинания в вашей руке. С учетом того, что карта была создана задолго до анонса нового дополнения, не говоря уже об анонсе новых механик, автор явно что-то знал. Думаю, справедливо будет подправить эффект этого варианта Кадгара и адаптировать под новые механики, добавив дуплет. Такой вариант Кадгара, на мой взгляд, имеет отличный эффект и по всем параметрам подходит. И дуплет есть, и класс защитников Долорана, все по фэншую. Еще одна версия Кадгара, которая мне невероятно понравилась, это, естественно, легендарное существо 8 маны 7.7. Боевой клич. Вы раскапываете чародейскую руну. На выбор дается три руны, которые прямо сейчас появятся у вас на экране. Пространственная руна. До конца матча в начале вашего хода вы кладете в руку копию чародейских стрел. Временная руна. До конца матча вы получаете ауру плюс один урон от заклинаний. Руна мудрости. До конца матча ваши силы героя наносят на одну единицу урона больше. Да, новыми механиками и не пахнет. Но лор Кадгара как персонажа сохранен на все 300%. Особенно меня порадовала последняя руна, которая возмещает потерю баку магам и делает Джон Алай не таким бесполезным. Что же до лучших, на мой взгляд, предложений возможных карт Верисы, все делали классовые легендарки Охотника. Поэтому если я все правильно предсказал касательно классов, которые будут относиться к злодеям и защитникам Долорана, то большинство предположенных вариантов сразу отпадают. Поэтому я выбрал карты, которые могут подойти вообще под все классы. Защитников Долорана, естественно. И первый вариант это Вериса Ветрокрылая. Легендарное существо 6 маны 5-5, боевой клич. Наносит 2 единицы урона существу. Если существо имеет предсмертный хрип, накладывает на него немоту и уничтожает. На мой взгляд, этот дизайн карты отлично подходит персонажу и его способностям по лору Варкрафта. Да, возможно для эффекта у этой версии Верисы слишком сильные статы, но мы компенсируем это легендарной редкостью. Особенно в дизайне эффекта мне понравилось его условие, от которого он дает очень большое пространство для разнообразной реализации. Во второй же версии Верисы мы имеем карту героя. Да, я в курсе, что по последним сводкам Blizzard сообщили, что карт героя выпускать в новом году не планируют. Но вдруг, вдруг что? И учитывая это вдруг, давайте взглянем на карту героя Верисы Ветрокрылы. За 7 маны. Боевой клич. Вы берете 2 карты. Если срабатывает сверхурон, вы берете карту до конца матча. То есть поняли, 2 карты сразу и аура, которая добавляет к обычному эффекту карт со сверхуроном, еще и добор одной карты. Если я все правильно перевел. Если интерпретировать эффект чуть по-другому, все карты в колоде после выставления этого варианта Верисы получат сверхурон. Вы берете карту. Однако, так как это было бы чересчур имбова, остановимся на первом варианте. Сила героя превращается в «Вы призывайте солдата Серебряного Союза 1-1 с натиском». Вот такая вот невероятно темповая карта героя, которая отлично зашла бы условно-агрессивным паладином. Охотников не называют, так как думаю, что этот класс не относится к героям Даларана. Что ж, а на этой карте ролик подходит к концу. Уверен, вы будете рады появлению Кадгара и Верисы в новом дополнении, и также, как и я, в нетерпении увидеть, какие же эффекты будут иметь эти карты. Надеюсь, что вам понравились мои варианты этих карт, и также мои предположения касательно того, какие классы будут злодейскими, а какие будут оборонять Даларан. А на этом ролик подходит к концу. Если он вам понравился и оказался полезным, буду очень рад лайку и подписке на канал. Чем больше лайков, тем ближе выход новых эксклюзивов. Большое спасибо за просмотр, а за микрофоном был, как всегда, плагиат. Увидимся на стриме и в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok